Павлюшки, всем я к вас и я рад приветствовать вас на своем канале. Давно не было факторки, очень давно, настолько давно, что я решил перезапустить сезон по параноидолу, потому что я, ну, мягко говоря, просто забыл, на чем остановился, а восстанавливать в памяти все это абсолютно не хотелось. Да, были, конечно, заметки какие-то, еще что-то я писал, но это не спасало меня, я попытался, но ни хрена у меня не получилось. Кроме того, сам модпак обновился, и обновился довольно серьезно, вот, поэтому я решил, что с нового года буду делать все заново, буду более равномерно, постараюсь особо не прерываться на другие игры, не заниматься всякой фигней, а как-то вот, хотя бы по часику, по два в недельку заниматься чисто факторкой. Вот, но как пойдет, не знаю. Что касается модов, модов прибавилось, их стало 180, плюс 5 модов, которые я поставил свои, которые мне нужны для игры, в том числе это транспортные моды, это майнинг дроны, это компаньоны дроны, ну, потому что почему нет, рипа турет и что-то еще. Я забыл, что. Ну и вот, список модов, которые будут здесь использоваться, в том числе по сборке, я прикреплю снизу, под видосом, поэтому все будет изложено там. Создаем новую игру, это будет свободная. Честно говоря, даже не знаю по поводу количества ресурсов. Давай поставим 200, наверное, пускай будет, ладно уж. Вот, чтобы, может быть, первое время хотя бы не запарываться с вопросом, куда бежать. По ландшафту, честно говоря, я не хочу скалы, ну их нахер, я в прошлый раз задолбался их обходить, а вот это все обсматривать. По врагам, давай вражеские базы, собственно, видишь, они тут увеличены, пускай будет, но я включу мирный режим. Размеры в начальной области я поставлю, ну давай 300. Радость тракториста, вот, экспансия, кусак, эволюция, все это оставляем, пускай так. Вот. А почему, собственно, и нет. Главное, чтобы на нас сразу не начали нападать. Продвинутая сложность, рецепты нормально, сложность, технологии затратные, понятно. Доступность всегда, вот. Вот, все здесь такое. Давай посмотрим ради интересного предпросмотра, как выглядит у нас изначальная локация. Вот это у нас, получается, мы здесь будем начинать. Значит, по поводу того, что здесь пока что не видны руды, и вообще ничего не видно. Здесь стоит мод на какую-то специфическую карту распространения ресурсов, и она в предпросмотре не видна, поэтому узнать, где же вы найдете стератит или сафирит, в предпросмотре невозможно. Значит, ну, собственно, как и животных, я здесь тоже не вижу. А что у нас по марафон, марафон, узкий. Так, туда-сюда. Ну да. Вот так, кстати, неплохо, на самом деле. Так неплохо. Хотя вода, конечно же, нам будет требоваться, но мы будем ее уже искать на более отдаленных местах. Ладно, погнали. Не будем растягивать песос. Так, вот, у нас еще дрончики летают. Ой-яй-яй, больно. Да, смотри, у нас не очень много угля, не очень много стератита. Вот у нас еще рубит тут есть, сапфирит. Даже нефтяночка есть, бабмониум, господи, ты ж, пушь ты мой. Бабмониум, и вроде как все. Но нам самое главное, что вот эти два есть. Остальное уже не важно. Сначала нам надо бы собрать ресурсы. Здесь огромное количество модов. Давай посмотрим по дереву исследований. Собственно, да, все это есть. Все, все есть, есть, есть. Биофермы. Здесь очень много перерисовано вот этих иконок. Это работа ребят из сборки Paranoidal. Вот, они вот в этом молодцы. Здесь очень много перерисовано текстурок внутриигровых. Тоже все подтянуто, все красиво, все мощно. Вот геологический радар, если вы помните, он раньше выглядел как обычный радар, только желтого цвета. Теперь видишь, у него своя иконочка есть. И это очень круто. Мне очень нравится. Вот. Значит, что еще? Транспортная система. Вот она работает. Мини-лоудеры. Теперь это стандартный мод. Раньше его нужно было отдельно загружать. Сейчас он, собственно, тут есть. По итогу я посмотрел, действительно, только 4 мода. Те, которые я подключил. Это, получается, транспортные, строительные турили. Вот эти вот компаньоны, которые и майнинг-дроны. Все остальное, то, что я привык, кроме, наверное, ускорения времени, все здесь уже есть. Даже тудулист есть. Так что... Так, смотрим дальше. Здесь есть интересный момент. Сейчас посмотрю, где он тут находится. Вот такие автопогрузчики появились для рельс. Ставятся прям тут. Тудой. Что тут у нас еще есть? Тут вроде как поправили такую штуку, когда можно было смешать несколько жидких расплавов, да, и получить какой-то другой жидкий расплав ресурс. То есть тебе не нужно смешивать, например, марганец и железо, чтобы получить, ну, там, больше железа. Ты можешь смешать, грубо говоря, я точно не знаю, потому что еще физически не дошли до этого момента. Можно смешать расплав марганца и расплав железа и получить, как бы, увеличить количество железа. Но это будем, что называется, посмотреть. Вот. Так, изготовление брони. Это все понятно. Огромное количество модулей, которые хера узнает вообще, как оно работает. Вот они, нашел. Энергоэффективное хранение предметов. Такую штуку мы с вами видели в Satisfactory, ну, если кто смотрел. Вот. Смысл, собственно, заключается в том, что в одно хранилище ты можешь запихнуть бесконечное количество ресурсов одного типа. Ну, или вида, если быть точнее. То есть, если ты уголь туда запихиваешь, именно там, например, дробленый уголь, то его может быть огромное количество. Тут даже в описании написано, что реальный максимум. И вот дальше пошло-пошло-пошло-пошло предметов. Вот. И если мы туда будем, типа, все это запихивать, то произойдет огромное количество... Так. Загрузку предметов в секунду в таком потребуется время, равное вот этому всему возрастов вселенной. То есть, не минут, не часов, а именно возрастов вселенной. То есть, по сути, это бесконечное хранилище. Единственный косяк заключается в том, что чем больше туда напихано предметов, тем больше потребляет электроэнергия. Что-то, если напихать туда 1050 чего-либо, около 10 мегаватт это потребляет. Ну, вот. То есть, как бы, понятное дело, что тут еще синие колбочки, и до этого очень далеко. Но точно такая же система есть для жидкости. То есть, по сути, мы туда сможем все наши расплавы точно так же впихать. А если нам нужно перенести все данные, потому что это энергоинформационное хранение, если нам нужно перенести все данные, нам достаточно вот эту штуку туда воткнуть, то есть, получить информацию о том, сколько там ресурсов, перенести в другое, получается, хранилище, и там оно все появится. Вот. Так что, как-то так. Но, на самом деле, тут очень много чего интересного, и я надеюсь, что в этот раз я обязательно до туда доберусь. Конечно же, с вашей помощью, с вашими советами, потому что иначе с ума можно сойти. Под предыдущими роликами я видел советы, что с фабриками нужно быть поосторожнее, ну, с заводами, то есть, это вот это факториссимо, потому что будет потреблять много упса. Я понимаю проблему, но пока, наверное, я хоть и прислушаюсь к этому, но пока буду на свой страх и риск, дальше буду что-нибудь придумывать, потому что для меня все это в любом случае ново, ново, вот, и в любом случае нужно все изучать. Вот. Я же до сих пор даже эти сетеблоки не использую. У меня до сих пор используются старые механизмы игры. Ладно, давай это все подразберем. По поводу исследований. Исследования нам нужно в первую очередь, конечно же, базовую вот эту вот штуку. Добавит он нам твердотопливный сборочный автомат. Это замечательно. К нему бы я бы еще добавил поглощение вот этой вот фигни, вот, потому что иначе прям будет больно нам. Начальная скорость крафта туда-сюда, продуктивность рудокопов. То есть вот эту вот штуку я бы сразу поставил. Электричество в обязательном порядке. Каменная стена нам потребуется для того, чтобы потом сделать свалку отходов. Поэтому тоже надо. Она нам тоже скоро потребуется. Так. Значит, где наши... Ох, сколько у нас всего тут. А, ну у нас, кстати, есть, между прочим. Стой. Один почему-то генератор. Это довольно интересно, потому что... Может быть, он где-то тут еще валяется. Потому что, по-моему, в прошлый раз их было чуть ли не три. Так, значит, давайте сюда пихнем. Ты, наверное, будешь собирать... Вот, смотри, здесь нужно серное, здесь второе. Тоже серное, соляное, азотное. Вот вода. Вот она нужна. А, по умолчанию, по-моему, тоже нужна вода. Вот. Но, видишь, он тут ее не показывает. То есть, для всех остальных не нужны ничего. Вот. Мы можем, знаешь, что, попроверить. Есть ли у нас... Вот он, твердотопленный пур. Я совсем забыл, какие тут темные ночи. Нет. Слушай, вода не нужна для добычи руды. Раньше нужна была. За это меня корили. За то, что я использую вот этих майнеров, которые не потребляют воду. Уже чуть-чуть такое. Но, оказывается, вот это дело убрали. Ладно, давай. Ты у нас... Что это у нас? Сапферит, да? Добываешь сапферит. Сколько у вас тут? Господи. Все меньше и меньше, по-моему, делают. Так. Далее. Такая же фигня у нас должна стоять здесь. Она у нас будет собирать стиротит. Тук. Конечно же, нам нужен вот... Хотя бы так. Скатов нету. Ну... С одной стороны, конечно, да. А с другой стороны, он просто... Скаты, они как бы не потребляют электроэнергию. Ну, ладно. Это не суть важна. Все равно пока до них не дойдем. Потому что у нас нет возможности. Ладно. Хрен с ним. Нам нужны еще, знаешь, что... Манипуляторы. Которые будут нам... Вот сюда. Тут, правда, почему-то у нас только электрические. Это, на самом деле, довольно странно. Что у нас есть электрические манипуляторы, но... Это самое. Нету твердотопливных. Так. Вот так. А, это хрень у нас электрическая? Нет, это у нас тоже твердотопливное. Так, хорошо. И вот нам нужно будет вот отсюда сюда уголь подтаскивать. Давай-ка мы вот эту красоту сейчас сюда напихаем. Потому что будем долго возиться. Опять-пять-пять-пять-пять. И вроде как все. Сюда уберем вот эту штуку. Еще у нас же тут есть вот эта хрень. И вот эта хрень. Все-таки тоже довольно странно. Так, электричество у нас пошло. Уголек у нас пошел. Значит, здесь у нас точно такая же ситуация. Должен сюда заходить ресурс. Единственное, у нас нету фильтров. И все это будет... Какая интересная логика. Какую интересную логику я построил. Слушай. То есть сюда заходит эта дробленка. Эта дробленка попадает сюда. Зачем-то. Да. И... А! У нас дробленка здесь ставится. Здесь у нас получается... Короче, пойти я... Все хорошо сделал, но не так. Молодец же. Молодец. Значит, нам нужно обязательно сюда поставить вот эту штуку. Сборочный автомат нам пока не нужен здесь. Эти есть в печке. В печке давай тоже сюда поставим. Так. И нужна еще вот эта штука. Значит. Давай так сделаем. Так. Сюда будет это все дело выходить. И здесь у нас этот чувачок вперед вот так вот все выкладывает. Вот так. Здесь у нас вот такая красота будет стоять, которая направо будет нам скидывать. А что нам будет нам скидывать? Вопрос. Ну, вот он, дробленый сэпферит направо будет скидывать. Далее это будет идти в, получается, печку, которая будет стоять тут. Вот так. При этом мы сделаем следующее. Мы сделаем вот так, наверное. Чтобы здесь вот уголь проходил. Что-то я тут мучу-кручу, да? Что-то запутать хочу. Вот тут у нас вот так. Вот так. Вот так вот. Уголек у нас пойдет. Здесь у нас, соответственно, эта хрень будет плавиться, я так понимаю. А, и... Ух, шутка какая. И мы будем делать, получается... Так, а ты еще делаешь все из угля и камня? Так, а камень у нас есть возможность делать? Я не помню. Камень мы можем сделать из дробленого камня. Что, в принципе, довольно очевидно и логично, да? Давай мы будем... Здесь поставим электрический. Не запарываться. Ты будешь нам делать камень. Ты поставил так? Ага. Здесь это все плавится, превращается... Что нам дают-то? Железо иметь. Окей. Окей. Так. И я завис, да? А здесь у нас должна стоять еще вот такая хрень. Вот. Она нам будет делать... Систеренки вроде как нам нужны. Так. Окей. Это мы сделали. Теперь нам нужно еще медяшечку поплавить. То есть нам нужна вот такая хрень тоже. Вторая. Так. Так. Она у нас тоже топливная. То есть это у нас в любом случае. При этом нам надо будет делать, наверное, вот так. Так. А здесь мы поставим, предположим, что вот так. Вот так. Оп. 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 Нет. Нет, 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 нет. То есть здесь у нас должен быть тоже вот такой выход. Что-то дальше будет вот так, например. Что-то я тут вообще намудрил, да? Наверное. Давайте чуть подальше поставим. Потому что здесь, понимаете, как это видно. Что там напихали? Ну, напихали. Нормально. Так, что я хотел сделать? Я хотел сделать, чтобы камень вот отсюда, ну, точнее, отсюда камень из этой хрени превращался и шел вот сюда. То есть нам нужно вот здесь вот так вот сделать красиво. Здесь бы я, получается... А, вот так не заставить, окей. А, мы знаешь, как делаем? Мы сделаем вот так. Вот так. Значит, здесь у нас будет выход. Пойдет вот такая же хренотень. Вот так вот. А здесь у нас... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Будет стоять спичка. Ладно, отдельно поставим. И спички будут отсюда вываливаться. Вот как-то так. Значит, направо у нас пойдет... Вот так и нелогично, что разбитого камня без него. Ладно, давай по-другому. Влево у нас пойдет стеротит дробленный. Потому что камень я что-то не нашел. Вот. Вот так вот это у нас все пойдет, пойдет, пойдет. И все будет у нас замечательно. Здесь мы поставим ящик, если есть такая возможность. Оп. Все. А камень нам нужно будет еще смешать с углем. То есть у нас еще где-нибудь... Как-нибудь. Зачем-нибудь. Вот так вот у нас пойдет. Вот так вот у нас уголь пойдет. На две, получается, системы. Можно еще... Я бы, наверное, попробовал... Так. А у нас есть вот такой сборочный автомат. А что он может? Он может из двух ресурсов собирать? Может. Даже из трех может ресурсов собирать. Отлично. Значит, в него будем все понапихивать. Так. И... Собственно, в него же будем пихать... Так, ладно. Потащим. Вот эту штуку надо в него пихать. То есть уголь и камень. Это есть. Это мы подключили. Давай еще сюда поставим. Пока не буду до конца все подключать. Нам нужно поставить еще одну печку. Так. Есть. И еще один... Вот этот вот. Все. Идея, это должно работать. Что по энергии? Ну, пока все простаивает, все нормально. Еще отсутствую. Так, здесь нам нужно поставить стерокит, чтобы это все туда закидывалось. Вот так вот. Понималось. А, вот этот не подключен. Понималось. Так, и теперь нам нужно немного топлива. Да. Так, давай посмотрим по электроэнергии, чем мы сейчас можем заняться. А ветряки можно ставить, как вариант. То есть нам нужно сейчас будет уже эти железные пластины в таких количествах и дерево. Ну, за деревом проблем у нас не будет особо. Так. Пока убираем. Я, честно говоря, под испугался по звукам. А, вот эта херня заработала. Просто жесть какая-то. Так. Пускай работает. Как там у нас карта? Ну, пока загрязнений я особо не вижу. Как же они классно работают. К сожалению, нету паровых сборщиков. Паровые сборщики тут были бы просто бомба. Они бы... Там же, чем выше... Как я не знаю... Температура пара, тем быстрее они работают. Ну, и, соответственно, чем больше потоков. Надо будет попробовать потом, может, попробовать заморочиться сделать. Это все. Тогда можно всю базу на паровых сборщиках поставить и все. Единственное, по-моему, на них модули не действуют. То есть они, как-то в этом плане, немного бесполезные. Так. Да, тут вроде все нормально. Тут вот забилось, поэтому как-то очень нехорошо. А, значит, ты. Так, пока сюда поставим. А... Нет, у нас нет второго варианта. Вот давай-ка, блин. Вот тут что-то у нас газовая скважина. А, что-то как-то мало дерево собрать, да? Ну, давай соберем попутче. Так. Что, они все в себя, что ли, складывают, скоты? Они могут, потому что они питаются на дереве. Ну, в принципе, на любом топливе они питаются. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Вот. Надо просто им до угля напихать в топку. Уголь более теплотворный. И на дольше хватит. А уж когда ракетное топливо появится, они станут, по-моему, бесконечными. Так, отличный вещичек еще есть. Собственно, ящик мы вот сюда поставим. Что-то складывалось в руках. Наверное, будем бутылки делать. Что? А шлак откуда здесь? А-а-а! Ты посмотри-ка! Это чатнойка, ребят. Вот это, вот это не ожидал, не ожидал. То есть, где у нас? Вот он, хелмод. То есть, если мы с вами поставим Производство... Вот они, железные. Да, тут смотри, шлак появляется. Раньше, по-моему, его не было. Либо он был, но я не помню, честно говоря. Ну вот. И если у нас, допустим, стоит одна печка, то мы будем получать вот с такой... Ну, один, короче, к двум. Понятненько, понятненько. Интересно. Прямо че-то. Значит, и здесь такая же фигня получается. Да, у нас здесь как раз-таки перебор с этими. Ну, посмотрим, сколько их сюда влезет. Может быть, штук 20-30 влезет. Мы за это время создадим достаточное количество вот этого всего. И я бы, наверное, тут воткнул бы еще один вот такой вот. Вот. Да. И он нам будет делать бутылки. А мы будем вот эту штуку пока руками собирать. Пока не будем сильно автоматизировать. У нас тут еще где-то, где-то вот они есть. Давай бахнем и бахнем. Пусть колупает. Можно, кстати, знаешь, что делать? Вот так сделать. А, не можем так сделать. У него, видишь, только на 90 градусов. И его тут по длине сделать пока нельзя. Ну, вот. Пусть тут подберем и поставим ее. А вот, кстати, вот рем. Вот так. И вот так. О, замечательно. Все, пускай изучается. Отлично. Пошли пока погуляем. Тудушка, вот она у нас, тудушка. Да, нам нужно будет что-нибудь потом записать. Ну, пока давай побегаем, посмотрим. Вот этот запас уж. Так, и вот они жучки у нас тут есть. Да, ну ладно. Ну, запас хороший. Нужно будет потом сюда прорываться. А вот и что-то у нас тут. Тихо, 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 тихо. Стой. Надо бы запланировать что-нибудь, да? Давай запланируем. Нам нужно по общей мере запланировать производство железа. Железную руду пока мы мутить не можем, поэтому все, что остается. Будет у нас их стоять 12. Вроде так я привык делать. По общей... Так, а что мы можем делать из шлака? Из шлака мы можем делать дробленый камень, что довольно очевидно. Понятно. И... И чтобы делать жидкий бетон. И все. То есть, по сути, как бы до свидания. Ну, дробленый камень нам нужен для того, чтобы делать просто камень. Для этого нам нужно выйти куда-то. Куда-то нам надо выйти. Но пока он, видимо, будет у нас копиться. 4, 2 вот этого всего у нас получаем мы... Вот так вот. Так, это мы с вами добываем. Все. Ну, пока так. Пока так у нас будет. То же самое нам надо сделать с... Со стеротитом. Народимый. Какой-то странный рецепт на стеротит. Не находите? Так. Подожди. Просто медная плита нужна. Медная медь можно? Вот, пожалуйста. Тут, соответственно, точно так же. 12 сетях будет стоять. Все то же самое. Нужно будет сколько-то там дробилок? 3. На твердом топливе. Вот. И вроде как бы все. Единственное, может быть... Ну, электрические мы уже, наверное, не под... Хотя, смотри, нормально. Вот так вот. Если сделать, две будет. Нужно будет только оставить, получается, два... разделителя для того, чтобы мы могли фильтровать шлак и дробленный камень. Вот. Да. Довольно интересно. Жалко. Жалко запоровые двигатели. Запоровые, запоровые, да. Ну, давай пока построим твердоподтопливный и стим. Вот этот у нас есть. Да. А вот... Как бы... Да. Ну, кстати, это нам пригодится. Мы его поставим там, где у нас будет вырабатываться электроэнергия. И, соответственно, нам не потребуется вот это вставить. Скорость вращения у этого 216 градусов в секунду. У этого 1000 градусов в секунду. Градусов. Ну да. Градусов в секунду. Ну, нормально. Так. О, медик накопила. Хорошо. Хорошо. Значится. Давай попробуем ветряков понатыкать, наверное, пока что. Для этого нам нужно дофига железных плиток. Давай мы еще сделаем вот ящик поставим вот один. И пока мы выброс вот сюда поставим. Туда шлак сейчас зайдет. Все сейчас вытихарит. Ладно. А что у нас закончилось? Закончились вот эти сопли. Кстати, потихоньку. Потихоньку у нас это идет. Что у нас по воде? Вода у нас где-то вот тут я вижу. Наверху, да? Нет, тут не вода. Вода вот. И вот у нас вода. Я думаю, мы здесь вот поставим нашу систему. Давай пока это все уберем. Пусть у нас это изучается. Вот это тоже пока оттрубим. Припой. Ладно уж. Логистика. Это нам все-таки надо. Ладно. Значит, нам нужно поставить их 12. У нас будет по 6 в ряд. Это сколько себя помню. Всегда так делал. Вот. Нам, соответственно, нужно сюда закидывать 2 ресурса. Это будет у нас что-то и уголь. Так, это у нас есть что-то 8. Я знаю. Собственно, теперь надо это сделать. И вроде как 12. Все верно. Далее у нас с вами будет вываливаться 2 ресурса. Это шлак и, собственно, плита. Либо медная, либо железная. Вот. Это неприятненько. Но мы будем с вами этот шлак. Единственное, надо узнать, каким образом. Через фны, наверное. Как мы этот шлак можем утилизировать. Использование. Через механическое дравление руды. Вот он, дробленый камень. Где он тут? Вот уж тут. Я понял. Сначала мы будем его складировать какое-то время. А потом мы будем его здесь вот дробить. Вот. Чтобы не создавать свалку отходов, будем использовать камень. Вот. То бишь у нас вот эта штука пойдет в дробление. Вот. Здесь у нас точно такая же ситуация. Пойдет в дробление. Вот у нас будет 1,2 камня. Да, получается. И мы вот это тело... Давай сюда добавим производство камня. Вот так вот. Пу-пу-пу-пу-пу. Считаем по элементу. Будет стоять, ну, например, вот этот. Потому что других у нас пока нет возможности поставить. Один. А у нас будет 3,3. 3,3 это 6,6 камня. То есть мы можем их поставить 3. Да. У нас еще будет оставаться тут сколько-то. Вот. И мы это можем уже юзать, допустим, в той же схеме. То есть мы сейчас сюда давай добавим производство красных банок. Вот так. Тут у нас были. Вот это красные банки. Для красных банок, соответственно, вот это. Вот это. Ну и и и иметь, да. Везде мы поставим по умолчанию вот эту штуку, чтобы она у нас была. Считаем по фабрике. Один. Ну, пока что мы... Мы, наверное, будем исходить из того, сколько у нас камня получается. У нас 0,5 камня потребляется двумя штуками. Нам нужно потреблять 6. Например, да. 4, я так понимаю, это будет 1,3. Ага. Странно. Было вроде 0,5. Там, видимо, 0,56 какое-нибудь такое число было. Или 0,55. Так. Соответственно, если мы поставим 8, это будет 2,5. 2,5. Это 2,5. Это уже почти 3. Поэтому, по идее, штук 16 нам нужно, чтобы... Ни хрена, да. 20. Вот. 20 штук нам надо поставить, чтобы потреблять весь камень. Вот. Да. Это будет мощно. У нас будет, соответственно, здесь 10. Даже больше. 15. Почти. 14. 14 штук нужно поставить. Ну, кстати, уже будет очень довольно весело. Хорошо. Но у нас будет не хватать железа. Потому что железо это у нас будет по 2,4 производиться. А нам нужно 6,3. Вот. Ну, это, конечно, да. Да. Ну, ладно. Это не суть. Я думаю, мы оставим пока единичку. И... Чуть-чуть. Вернем 2. Отлично. Вот. Ага, капень, конечно, будет какое-то время накапливаться. Ну, сначала шлак, потому что переработка этого всего у нас нет. Далее, давай мы поставим вот эту штуку. Точно такая же схема у нас получится будет и на стиротит, и на стиротит. То есть, они будут одинаковые совершенно. Поэтому мы можем поставить влево приоритет выхода шлака. Чтобы нам не запарываться с тем, куда что выводить. Вот. И... 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 И вот эту штуку мы копируем вот так вот красиво. Так бы я бы поставил. Если бы я тут, наверное, немножко переделал. То есть, я их пока сделаю параллельно друг другу. Поставлю. Единственное, единственное, единственное. Да, вот эту бы штуку я бы немножко подвину. Вот так. Нам нужно ее поставить вот так. Влево шлак. Вот. Вот так вот. А, и тут у нас будет подземный камень. Вот так вот так вот так. И вот так. Мы будем их подмешивать. Чтобы они были всем у меня в сетку. Вот. Собственно, дальше у нас будет идти общая схема. Здесь что-то, здесь что-то. То есть, неважно, железо нет. У нас здесь будут вываливаться. И далее мы можем это что-то как-то использовать. Наверное, первое время у нас будет некое подобие шины, да, простенькой, из которой мы будем отбирать необходимый ресурс. То есть, пока что вот так вот это будет выглядеть, наверное. А потом будем что-то доставлять. Вот. Единственное, только, знаешь, что? Между железом и медью я бы сделал побольше промежуток. То есть, не вот так, а вот так. И если у нас будет еще одна медь, она будет заходить с этой стороны. Вот так вот. Я думаю, двух потоков нам хватит. А если у нас будет железо, то мы его вот так вот будем проводить. Вот так вот. Ну и шлак, соответственно, нужно будет куда-то выводить, но пока не суть важна. Куда именно? Куда-то он будет выходить. Значит, нам нужно еще будет сюда завести два ресурса. Один ресурс будет выходить отсюда. Вот так вот мы берем. Вот так вот. Второй ресурс у нас пойдет отсюда. Как я говорил, абсолютно не важно, какие у нас где ресурсы будут. Хотя железо, по идее, должно быть с краешку, потому что железо требуется несколько чаще, чем медь. Ну, по моим наблюдениям. Конечно же, зависит от этапа производства, поэтому... Но шестеренки, например, отбираются чаще, поэтому как бы да. У нас железо с вами вот здесь. Да, с одного отсюда, поэтому все, в общем-то, логично получается. Вот. Отлично. Это мы убираем пока. Это мы пока продляем. Это нам... Это. Здесь мы вот это убираем. И далее нам надо бы собрать вот такую же вот схему производства красных банок, но вот тут, здесь вот. Чтобы мы это могли перенести. Нам нужно будет только уголь продлить, получается. И... 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 Уголь, кстати, тоже надо вывести на ленту. Она нам тоже потребуется. Предположим, что железо и меди у нас будет с вами по две. Пока что. Вот. В любом случае, это будет перестраиваться. Когда появятся фабрики, это будет вообще... Вообще по-другому выглядеть. Вот. Но нам нужно сейчас автоматизировать производство... Красных банок. Автоматизировать производство этих... Конвейеров всех видов. И... 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 И все. Вроде пока больше ничего такого не надо. Давай даже запишем. Добавим. Значит. Конвейеры. 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 Конвейереры. И... 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 Красные банки. Вот мы сейчас этим и займемся. Чтобы вообще знать, как оно и что оно тут. А... А, вот. Взять-взять. Хорошо. Показываю. Нет. Экспорт-импорт. А... А... Я хочу список увидеть. Ну вот. Допустим, я запомню. Значит, нам нужно будет производить еще камень. Отдельно не забыть это. Плюс нам нужно еще посмотреть по поводу электрических дробилок. Они у нас когда-нибудь обязательно будут. Но я чувствую... А, ну вот они. Они вместе... Механическое дробление руды. Да. И тут у нас как раз таки получается дробленый камень. То есть мы одновременно с этим откроем. Нам надо... Сейчас у нас электричество включается. Изучить автоматизацию. И поставить вот эту штуку. А что тебе не хватает? Тебе, видимо, не хватает электричества. Было бы неплохо его сейчас нарастить немножечко. Ага. Ну почти. Ресурс уже пошел, по крайней мере, в печке. А нам остается только подключить уголь сюда. Сейчас мы чутка поднакопим железо, чтобы мы могли сделать побольше конвейеров. И в целом у нас железо сейчас будет подключено. Пока будет накапливаться в два ящика. А уже потом будем смотреть, куда это делаем записывать. Да. Ну, там еще у нас шлак просто будет вываливаться. Поэтому этот момент уже не забывайте. Интересно, а какая у нас? Ну, нет. Сейчас. Просто заберем. Еще одну. Еще одну итерацию сделаю, это можно будет не закончить. Поэтому этот можно убрать. Они, конечно, медленные твари, еще те. Уголь пошел. Сейчас у нас начнется, наконец-то, массовое производство железа. Потому что это просто лють какая-то. Да, вот тут еще момент. Вот так. Все. По идее... По идее нам остается все то же самое сделать сюда. Ну, пока тоже вот в таком же виде. Потому что у нас, конечно же, не так много производится... Не так много требуется, в принципе, медиа. Поэтому вполне себе нам вот такой вот логики хватит. Естественно, надо поставить вот такой вот этот. Вот такой. Потом так. Так. Ага. Наритет. Вот эта вот дробленочка пойдет. И далее у нас пройдет она вот так вот. Камень мы будем куда-нибудь пока складировать. Пока неизвестно, куда лучше. Не будет. Все. Понеслось. Понеслось. Все. Классненько. Теперь можно спокойно заниматься увеличением этого производства. Еще бы нам, наверное... Ну, у нас тут есть вот этот манипулятор. Вот так. И здесь у нас будет стоять под шлаг. Что я туда закидывал. Пока неизвестно, куда этот шлаг дебать, в принципе. Ну, вот. Но, тем не менее. Тем не менее, уже что-то. И здесь бы я тоже поставил вот этот манипулятор. А уже на вот этот. Чтобы было просто удобнее пока работать. Ой, хорошо так. Ой, как хорошо. Ой, как приятно-то сразу стало. Ты у нас перерабатываешь эту шнелу. Так. Столбики. Давай-ка сюда пока поставим. В общем, у этих столбиков я смотрю тоже довольно большая площадь работа. Все. Это мы сделали. Теперь мы вот эту хрень убираем. Вот там ее ставим. Натя камень оттуда. С жопой жуй. Начинай, в общем, говоря, сжрать с жопой. Так. Есть. Здесь все пошло, понеслось. Понеслось, понеслось. Нам не хватает разделителей. Я смотрю, мы не можем делать разделители. Мы не можем делать подземные конвейеры. Это очень плохо. Но, по крайней мере, у нас еще и медяшечек сейчас тоже пойдет. Потихонечку. Железка, железка есть. Так. Нам нужно, нам нужно, нам нужно сделать следующее. Так. У нас есть немного электрических этих. Давай-ка, мы их поставим на медь. Хотя, вот. Подожди. У нас же тут есть хороший пример, как это делается. Единственное, вот эту штуку вот уберем. Значит, ставим тебя. Ставим тебя. Ты нам будешь подбирать отсюда, кладь сюда. Хоп. Что надо? Дерри. Тут все то же самое. То есть, ты подбираешь отсюда, кладешь сюда. Все, да. Вот так вот мы убираем. Дерри. Хоп. И, естественно, всякие вот эти, оп. Вот так. Все. Смейте тоже вроде как подразобрались. Теперь нам надо бы поставить производство, ну, точнее, вот эту хрень, чтобы она хоть что-то изучала, потому что нам это надо. У нее успевает погружать. А, давай знаешь, что сделаем? Мы вот убрали. Давай поставим еще один. И еще один. Пусть они углавим тебе дальше. В общем, у нас, видишь, выгрузка у нее бывает. Когда появятся мини-лоудеры, будет проще. Во-первых, будет нагружать сразу обе стороны конвейера. Вот. А во-вторых, они быстрее выгружают. Электричные жрутки, ну, что поделать. Кстати, сколько? Этот потребляет у нас максимальное потребление 21,4 киловатта. Да, а если мы с вами посмотрим вот этот. Ага, максимальное потребление все 2720 киловатт. Ну, это, конечно, жуть какая-то. Но скорость вращения здесь 1800 против 432. То есть, ну, что, сейчас мы с электричеством разберемся и будет это все замечательно. Так, значит, решил я немножко кое-что поменять. А именно, нашу электрическую вот эту хрень поменять на свертотопливое. Вот, как бы это сразу не звучало. Вот. Для этого нам потребуется вот это. Он туда будет кидать нам топляк. Мы его будем сюда сносить. Ну, вот. И нам потребуются... Наверное, красные пасты. Что-то делаем. Вот так. Что-то нам вот эта хрень не мозолила глаза. Единственное, я бы... Угля бы собрать. Уголь это вообще тема. Так. Так, что-то я поставил вообще. Светлее было. Все. Вроде как она работает побыстрее. Вот. Но это вроде как. Короче, что я заморачиваюсь? Нам сначала... И реально чем надо заняться, так это производством прямых конвейеров. Все остальные конвейеры я могу, если что, и руками собрать. Пока. Пока что. Вот. Так что, хрен бы с ней. Я так думаю. Вот. Поэтому мы сейчас... Загубением производства... Загубением простенькое производство шестеренок получается и вот прямых для нашей системы. Сюда нам надо флакнуть эту красоту. Ну вот. И здесь нам надо... И это как-то зачем-то. Как-то нам надо уголь подтащить. Походу, придется пользоваться древней технологией. Ну все. Это мы автоматизировали. Я бы не сказал, что это прям выполнение задачи, но у нас просто физически нет других конвейеров. Вот. Поэтому... Ну хоть так. Вот. Это мы тоже пока подразберем, чтобы не мешало. Значит, там что нужно сделать? Нам нужно заняться выводом на шину камня и угля. Потому что он нам пока нужен. Вот. Хотя бы просто для производства вот этой вот... Да. Пенни. Нужно увеличить количество наших майнеров, потому что я смотрю как-то это. Так. Подожди. Смотри. Требуется вода за цикл добычи. А мы воду не используем. Это грустно. А это грустно, что и тут. Видишь, тоже нужно. То есть... Подожди. О, у нас твердотопленный турбогенератор появился. Но он максимально неэффективный. Эффективность 25%. То есть он вроде бы 8 мегаватт там... Фу. 2 мегават... 8 мегаватт он жрет и 2 мегаватта выдаёт. Ну, да. До свидания. А здесь у нас твердотопленный фильтрующий. Просто манипулятор. Ну, до них ещё идти и идти. Так. Тут у меня что? Вот эта штука появилась. Всё, так. Ну, и что я хотел посмотреть? А, я хотел посмотреть буры. Буры, буры. Они у нас вообще есть. Так. Бур. А, чё я смотрю? Не там вообще смотрю. Чё за хрень? Вот он, бур, например. Да? Вот мы его втыкаем. Видишь, появляется сразу треугольничек на вход. То есть нужна вода. Вот она сразу требуется. А эти у нас работают без воды. Ну, да. Косяк, косяк. Надо будет клонану об этом сказать, что было бы неплохо. Потому что если... Если, если... У нас тут нигде ближнего нету с бесконечным этим. Но если есть вот здесь вот, видите, бесконечный сапферит с доходностью. Если его выбрать, эти ребята сразу говорят, а, нам топливо нужно. Ну, то есть, смотрим. Сейчас мы... Там выберли, правда? Это бывает бесконечно. Видишь, нужна кислота. И сразу труба появляется. То есть это как бы не просто так. Ой. Вот, так что в этом есть некоторая логика. Но вот какие-то не работают. Какие-то моменты не работают. Так, ладно. Я думаю, на этом мы немного подзакончим. Я тут еще вот это все постараюсь... Хотя здесь это смысла сейчас пока нет. Оптимизируем. Я напихаю побольше работничков в добычные вот эти вот установки во всем. Вот. И мы продолжим. После этого сразу. Сразу после этого я вообще ничего лишнего вырезать не буду. Будем страдать все вместе. 300 часов, 400, неважно. Все это время мы проведем вместе. Единственное, что я сделаю, так это добавлю мод, который я забыл. Я почему-то думал, что он здесь есть, но его здесь нет. Это на сортировщике. Как вы помните, такие квадратики. Которые позволяют нам в разные стороны раскидывать ресурсы. Вот. Не то, чтобы он прям очень необходим был. Вот. Но я хочу поставить. Вот. Потому что почему бы нет. Вот. А еще может быть что-нибудь еще такое интересное. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. Заходите в канал в Discord. Всем удачи. Пока.